Привет, 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 привет. Сегодня или завтра 8 марта, поэтому всех женщин поздравляю с 8 марта и сегодня я делаю видео рейтинговое, ну вак рейтинговое, короче, оценочное, оценочное, которое содержит очень много моих оценочных суждений, надеюсь никого на меня не расстроит и не ведет в гнев или в другое состояние. В общем, журнал Максим 2019, все кандидатки, все, кто был в этом списке, я их не видела, короче, всех, поэтому я выбрала 7, которые светятся везде, то есть когда ты вводишь самые красивые женщины по мнению журнала Максим, то, как правило, вот их вы и увидите, когда введете. Все. Воспринимаю. Насчет попаданий, она, кстати, все время в этом списке, насчет попадания ее в этот список, точнее, да, попадания и не выход из этого списка. Ну, не знаю, не знаю, конечно, могу сказать, что я очень разбалована женской красотой, ну, не знаю, Полина Гагарина, ну, ребята, ну, Полина Гагарина. В общем, это для меня спорная, спорная линия. Я, короче, посмотрела по хитюше, поэтому я делаю такие же видео, но так как он кричит, следующий слайд, я не буду так кричать. Это очень смешно. Следующий слайд. Это, извиняюсь, Любовь Новикова. Вообще в этом списке я половину не знаю, я вообще не знаю, кто это. Любовь Новикова. Вот вы видите фотографию, это Любовь Новикова. Я даже не, я забыла, кто это вообще. Думаю, что актриса, блядь, я не буду, наверное, думать. В общем, напишите, кто это, считаете ли вы, что вы. И считаете ли вы, что она должна быть в этом списке. Мы сейчас всё-таки говорим про самых красивых женщин России, правильно? Самых красивых. Вот она и Полина Гагарина, я не говорю, что это некрасивая женщина, но мы сейчас говорим про самых красивых женщин России. А их там много, а их там очень много. Так, в общем, ноли из десяти, говорит, хитюша, ноли из десяти. И не оценивайте это видео слишком серьёзно. Следующий слайд. Следующий слайд. Это Кристина Асмус. Я тоже её как-то так... Я не знаю. Блин, вот есть просто какие-то звёзды, да? Можно назвать что-то? Звёзды, которых вы не знаете вообще. Точнее, вы где-то их слышали, но не смотрели. Ну, вот для меня это всё, вот этот один вот всё странный выбор редакторов. Я не знаю, как это выбиралось, я не знаю, как это... Это вообще голосование или не голосование? Я вот сомневаюсь, что это было голосование. Это, короче, какие-то редактора, которые кого-то знают лично, где-то что-то слышали, и мне кажется, вот так вот попадают в этот список. Кто что знает, напишите, конечно. Следующий слайд. Это ноль здесь. Ладно, я не даю вообще оценки, да я просто шучу. Возможно. Сложно дать вообще женщине оценку, это просто... Это странно. Просто мы разбираем этот список. Список редакторов журнала Максим. Следующий слайд это Сати Казанова. Кстати, вот это наконец-то я согласна полностью с редакторами Максима. Потому что она реально очень красивая. Сати Казанова, её не портят года, её не портит ничего. Она очень красивая, утончённая, очень красивая улыбка. Очень красивые глаза. Очень красивые глаза. И вообще, и голос красивый. Кстати, знаете, что надо рассматривать в целом, мне кажется. Каждую женщину надо рассмотреть отдельно. Не знаю. Это пятёрочка. Это пять из пяти, сто из ста и тысяча из тысячи. Сати Казанова, конечно, реально красивая. Ну, ладно. Конечно же, это my... Конечно же, это my opinion. My opinion. Следующий слайд. Елена Темникова. Кстати, Елена Темникова где-то там в очень верхних, по-моему, в верхних цифрах. Кстати, да, Елена Темникова тоже очень красивая. Просто любите. Для меня она прям сильно красивая. Прям сильно красивая. Прям она должна быть в рейтинге, однозначно. Она должна быть в этом списке. Прям в первой десяточке, в пятёрочке. Она реально красивая. Всё, я пошла. Я пошла. Так, куда? А куда я пришла? В общем, да, Елена Темникова реально очень красивая. Я здесь согласна полностью. Наши мнения совпадают, кстати. Елена Темникова. У него такая красота не пафосная. Не какая-то обычная. Не такая, как сказать. Есть действительно много красивых девочек. Но у них красота неинтересная. У неё красота интересная. Она, ещё раз скажу, не пафосная. Не притерная. Вот есть красота такая, не знаю, кто со мной согласится. Такая прям вот притерная красота. Неинтересная. Обычная совершенно. Конечно, Елена Темникова — это как хорошее, хорошее, белое вино выдержанное. Так, следующее. Следующий слайд, третье место — это... Так, у меня здесь без имени. Без имени сейчас я вспомню. Подождите. Елена Темникова и... И... Блядь, как я могла забыть? О, Серябкина, блядь. Серябкина. Третье место журнала «Максим». Кстати, знаете, что я согла... Я соглашусь. Вот у неё красота ближе к такой чуть-чуть пафосной, да, такие губки, такие глазки. Но всё равно она... Но... Но всё равно она такая красивая. Кстати, если это голосование, то я реально поверю, что за неё голосовали. Потому что она топчик реально красивая. Я думаю, что за неё просто... Очень много было бы голосов. Если бы оно было, это голосование, я не знаю. Второе место... И... По-моему, я его уже показывала. Это вот эта вот «Любовь Новикова». Which I have no idea who is this. Понимаете? Я не знаю, какая «Любовь Новика». И для меня это второе место очень спорно. А так, первое место, конечно же, это Ирина Шейк. Вы все, думаю, не сомневались. Ну, Ирина Шейк, это... Вот у меня, знаете, какая есть мысль по этому поводу? Есть определённые церемонии, вот даже в X-бизнесе. И вы всё время видите одних и тех же. Вы видите одни и те же лица. И мне кажется, иногда надо добавлять какие-то... Надо добавлять новые лица. Дорогие редакторы. Наверное, никто-то не посмотрит. Но вдруг, может быть, когда-то кто-то... Конечно, с этим тяжело спорить, что Ирина Шейк очень красивая. Это, безусловно, она должна быть в этом листе. Но также мне хочется видеть новые лица. Новые красивые лица. В России очень много таких женских красивых лиц. И вообще, красивых женщин. Очень много. В общем, всех с 8 марта. Всех. Всех, кто считает, что это их праздник, всех с 8 марта. Спасибо, что смотрите. Какой сделать ещё рейтинг? Какой сделать ещё рейтинг? Я не знаю. Чувствую, что... Расширится, конечно, список тематик на этом канале, походу. Have a nice day. Хорошего дня, ребята. Пишите, кого ещё оценить, что ещё написать. На какую тему ещё снять видео. Пишите, кого ещё оценить.